друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями конечно же не забывайте ставите лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал а маркетс с торговыми идеями в котором на каждодневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента вам в помощи как дополнительное подспорье для принятия инвестиционных решений ну что ж мы движемся по ходу этой недели соответственно ждем два очень важных фундаментальных события это заседание европейского центрального банка уже собственно завтра и в пятницу на закрытии недели самый важный релиз данные по инфляции в сша которые напрямую будут влиять на политику американского регулятора и на те решения которые фидрезервом будут приняты уже ровно через неделю в следующую среду по итогам двухдневного заседания американского регулятора пока что по финансовым активам мы придерживаемся статегии тактики дать риску шанс немного отыграться против американского доллара у американца будет еще куча времени чтобы показать всем свой характер и и соответственно упрочить свои позиции но это как я уже ранее отмечал уже после заседания американского регулятора а пока что друзья у нас есть практически неделя полноценная чтобы мы попробовали выжать по максимуму из тех рисковых инструментов на которые сделали ставку на ранее давайте начнем сегодня с рынка нефти котировки 121 доллар за баррель все наши цели выполнены в принципе мы ранее позволили себе поставить более амбициозные ориентиры и ожидания обозначить что бренды и wc могут подорожать еще сильнее от этих рекомендаций и этой точки зрения ни в коем случае друзья не отказываюсь потому что на данный момент уже очевидно на рынке с каждой неделе будут складываться условия при которых дефицит предложения которые на мой взгляд уже был зафиксирован несколько месяцев назад он будет только лишь усиливаться потому что с каждой неделе объемы нефти добычи из россии сокращаются конечно же мы можем сказать о том что как бы свято место пусто не бывает и вместо европейского рынка российские поставщики смогут найти альтернативные рынки сбыта это действительно так конечном счете а поставки смогут быть при переориентированы на азию на индию соответственно на ближний восток а почему бы нет соответственно но произойдет это на мой взгляд не скоро поэтому а какой-то период времени я допускаю что вплоть до конца этого года дефицит достигнет вот своего апогея когда все будут говорить о том что вот-вот грянет самый настоящий шок предложения и супер цикл роста цен на нефть и приведет тому что бренды wta окажутся на уровнях которые на данный момент вот прямо сейчас кажутся немыслимыми это все равно что например вернуться в прошлое и когда биткоин котировался по 10 тысячам очень мало кто уверил и считал что это в принципе невозможно что биткоин сможет подожжать до 50 до 60 тысяч очень похожая ситуация сейчас происходит и на рынке нефти когда ожидания которые кажутся немыслимыми они в конечном счете легко могут реализоваться хочу привести в качестве аргумента два прогноза которым я периодически делаю отсылку это самый интересный самый наверное агрессивный прогноз по потенциальному росту цен на нефть от сакса которые ожидают что бренд может подражать почти до 200 долларов за баррель более скромная оценка от джипи моргана которые прогнозируют что бренда на концу этого года может быть чуть пораньше достигнет 150 долларов а за баррель моя субъективная оценка я жду бренда в районе 130 долларов за баррель и после вчерашнего доклада международного антического агентства о том что дефицит на мировом рынке нефти уже составил 2 миллиона баррелей я считаю что бренд может легко добраться до данного уровня причем практически в самые ближайшие торговые сессии если вы удерживаете по-прежнему длинные позиции считаете друзья фундаментальный фон на вашей на стороне по другим финансовым активом индекс доллара в соответствии с нашими ожиданиями постепенно карабкается вверх и ну пока что движение происходит в рамках коридора 101 103 пункта соответственно а следующий неделе это высокая вероятность выхода этого инструмента за пределы данного диапазона и последующий рост сейчас а почва крайне благоприятные друзья повторяю что вам нужно уже принять решение покупаете ли вы доллары или нет отчет по американскому рынку труда нонфарм перлс который мы охотизовали как сильный зеленый свет от правительства от власти сша федрезерву чтобы делать все что только необходимо все что можно все что нельзя но нужно остановить инфляцию доходность американских облигаций десятилетки трежерис в районе 3 процентов да это не пиковые уровни которые мы видели чуть больше месяца назад в районе 3 и 2 процентов но согласитесь все начинается с малого и прежде чем трежерис смогут снова превысить а уровень 3 2 процента им нужно закрепиться выше трех процентов и сейчас на данной планке они как раз и котируются чашни комментарии елин которая сейчас возглавляет министерство финансов в прошлом была главой федрезерва и очень тесно сотрудничает с джеромом паула обсуждая опять же а политику дальнейший вектор монетарного курса и те усилия действия которые должны быть направлены для того чтобы обуздать инфляцию предотвратить перегрева экономики елен в сенате признала то что инфляция еще не достигла своих пиковых значений а я об этом говорил друзья еще много месяцев назад что индекс потребительских цен в штатах легко может достичь 10 процентов на всем этом конечно же выстраивается позиция того что федрезерв будет агрессивно настроенным следующую среду повысить ставку на 50 базисных пунктов и обеспечит последующий рост курса американской валюты против всех основных конкурентов но в данном случае мы говорим об индексе доллара потому что это традиционная наша сделка в которой мы находимся и ожидаем еще большего усыновления хочу подсветить возможность как заработать на контрасте монетарных политик когда я говорю о контрасте монетарных политик первая ассоциация это сразу пара доллар и иены потому что здесь одной стороны федрезерв который ужесточает монетарную политику а с другой стороны банк японии который все еще проводит программу количественного смягчения периодически увеличивает объем этой программы количественного смягчения и контраста доходности облигаций японских доходность 0,25 процента американских 3 процента ну вот просто поставьте себе на место инвесторов какие бумаги вы бы вложились и ответ очевидный вы отправили бы свои капиталы именно в американский рынок долга большая доходность и соответственно приток ликвидности то чтобы способствовать росту курса американского доллара пара доллар иена сейчас на максимумах больше чем за 20 лет и цель друзья 135 иен за доллар от ее я предлагаю придерживаться австралиец против доллара 072 в моменте хай был практически 07 250 после того как резервный банк австралии повысил процентную ставку выше прогноза вместо ожидавшихся 0,25 процента ужесточил политику сразу на 50 базисных пунктов сейчас ставка 085 по конференции глава резервного банка австралии филипп лова отметил что поскольку инфляция выросла ставки будут повышаться и дальше и в принципе резервный банк австралии по аналогии с другими центральными банками готов придерживаться позиции что ставку нужно повышать на каждом заседании это значит то что наша цель 073 странно что мы конечно же вчера не сделали потому что были очень близки но я не оставляю опять же надежда что эта цель будет протестирована до конца друзья этой неделе еще до заседания федрезерва по доллару канадцу очень хорошо мы вошли в короткую позицию сейчас котировки 125 48 цель 125 ближайшие потом уже 124 нисходящий тренд сохраняется спасибо нефти и соответственно спасибо банку канады который тоже будет агрессивно повышать на ставки американский фондовый рынок s&p 4142 пункта цель 4 200 4 300 остается актуальной и хотя если среди вас есть продавцы я хочу может быть немного обрадовать вас потому что последний прогноз вчерашний буквально морган стэнли это ожидание по s&p 3 400 пунктов концу августа я согласен с тем что американский фондовый рынок будет снижаться на фоне повышения ставки федрезерва но я начну продавать американский фондовый рынок только после заседания федрезерва а до этих пор еще длинные позиции останется в приоритете европейская валюта против доллара 106 80 завтра заседание европейского центрального банка сегодня уж туда не буду подробно останавливаться на том что происходит завтра мы уделим евро больше внимание буквально получается за несколько часов до самого заседания европейского центрального банка но вкратце хочу сказать что я допускаю друзья рост до отметки 108 откуда можно будет продать тем кто этого еще не сделал если вы средне и долгосрочно ориентированные трейдеры вам не нужно там метаться можно оставаться в шортах и собственно ждать дальнейшего снижения потому что грядущее укрепление доллара не оставит евро не малейшего на шанса сегодня в 12.00 по московскому времени выйдут данные по ввп еврозоны влияние этого отчета будет минимальным потому что эта оценка за первый квартал мы принципе уже знаем по цифрам что там и как а вот в 17.30 выйдут данные по запасам нефти я ожидаю очередного снижения запасов из-за стартовавшего сезона отпусков и активных автомобильных поездок что может привести к еще большему росту нефтянки на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии всем пока